здравствуйте товарищи сорян не могу говорить сейчас с привычным мне задором ибо тяжело мне это дается так как имею некоторые ограничения по здоровью что собственно случилось и о чем сегодняшнее видео кто следит за мной в инстаграме тот в курсе что я вчера нехило так разложился сейчас расскажу что да как в общем начиналось все так отлично поехал я в свои в свой выходной 4 дня выходных план был такой проехать по тету германии все как я мечтал погода была отличная в общем доехал я дам маршрута это от меня 100 километров на север встал на маршрут ну и заехал там лесочек думаю надо сейчас сориентироваться немножко грунт был так себе земля в общем я слез с мотоцикла сверился с навигатором с треком все и стал залазить на него на мотоцикл с подножки естественно и пока я на него залез подножка ушла в землю и короче я слетел с мотоциклом но это как бы мелочь неприятно в общем ничего страшного поднял мотоцикл и что я понял что мой мотоцикл он нихера не легкий он вообще нихера не легкий я его поднимал прям с усилием от инцеха моя она весит больше но и за счет низкого центра тяжести она прям и одной рукой поднять можно не напрягаясь а этот он хоть и легкий считается там сколько 150 килограмм но поднимать его на сухой поверхности было даже тяжеловато ну ладно в общем выехал я на трек ну трек я имею ввиду gps трек не гоночный трек все охеренно вот сейчас я вам сделаю вставочку видоса чтобы вы могли понять масштаб вот этого масштаб эйфории которая у меня была как то так так вот спустя буквально пару минут от этого момента я поехал дальше ну в общем ничто не предвещало до погода прекрасная пейзажи ландшафт и обалденный дорога в принципе нормальная да ну так колея иногда не встречалась немножко но вот колея была и фатально в общем я у меня эйфория у меня кайф мне хорошо мне при мне классно прям вот наконец-то вот дождался свершилось я начал ну немножко переоценивать себя и открывать газ я потом проанализирую ошибки как бы сейчас просто расскажу ситуацию а потом буду анализировать что я сделал неправильно и что я мог бы улучшить и что я в следующий раз сделаю по-другому поэтому рекомендую досмотреть этот ролик до конца так вот на позже на фоне этой эйфории там попадались мне даже лужицы такие небольшие я прям в них заезжал брызги грязь я прям вот от этого кайфовал реально то есть я как бы собственно за этим и ехал туда и в какой-то момент вот я немножко про загнался и там была колья что самое неприятное было дорога еще шла между двух полей и поле получается слева и справа они были выше дороги уровня дороги ну сантиметров 40-50 наверно получается такой земляной бордюр и я в колье не вписал ну получается я потом по следам посмотрел то есть я ехал в колье и мотоцикл пытался выскочить из этой колье он цеплялся за землю пытался пытался но в какой-то момент видимо сорвался и все и в общем я на левый бок со всей дури приложился но ехал я может километров 50 40 сейчас точно не помню но ехал я немедленно для такой дороги учит надо было ну неважно в общем я со всего размаху башкой об этот поле земляной бордюр то есть первое ощущение что у меня как будто кувалдой по башке ебанули и второе ощущение что я не могу дышать то есть получается я как-то грудной клеткой обрулили я не я не понял вообще это все-таки доли секунды были что просто это случилось и все это лежишь и все и не понимаешь как это произошло это буквально миллисекунды какие-то я начинаю пытаться вдохнуть а чувствую что мне хреново я не могу вдохнуть но стараясь не паниковать но в какой-то момент понимаю что вроде как бы воздух поступает мне херова но поступает что жить буду я прям лег и лежал на это на земле отдышался когда дыхание стабилизировалась немножко я тут оценил масштаб пиздеца поднять мотоцикл было нереально в этот момент учитывая того что у меня потом стать страшно болела вот грудная клетка и то есть я думал я сломал наверное ребра поэтому любое напряжение было вообще жесть так вот ребята хочу дать вам подсказку если вы опытные то наверное такой всегда делают а если вы такой же чайник как я впервые выехали на эндуро да еще в 1 хуй знает где возите с собой как минимум аптечку то есть я купил себе вот такую аптечку и она у меня была в рюкзаке то есть и естественно надо знать содержимое своей аптечки что в ней есть чтобы не не получилось так вы в панике вы не знаете просто открываете чудо ты не понимаете чего вы ищете у меня в аптечке всегда лежит ибупрофен то есть но раньше я не возил такую большую аптечку но лекарства все равно минимум минимальный набор возил там парацетамол ацетил салициловую кислоту ибупрофен это обезболивающее там пластыри какие-то в общем я нашел достал аптечку достал ибупрофена закинулся чтобы как-то немножко полегчал думал может подействует ибупрофен чтобы потом поднять мотоцикл ночью сидел минут пять-десять оценивал ситуацию сейчас я вам ставлю это все видос чтобы вы тоже вместе со мной прочувствовали эти незабываемые эмоции предупреждаю сразу там много мата потому что ну без мата там никак нельзя было войти давайте посмотрим этот кусочек пиздец я сейчас разложился сука бочина болит аж пиздец ебать лихая долгать газу сука блять в бочину так ушився конкрет вот они блять страдания искал себе на жопу приключения блять нашел аж плакать хочется сука на башку еще так уебался об это объемлю ну шлем хотя бы отработал сука бочину как-то так аж дышать тяжело может ребра ебанул нахуй не знаю блять ладно буду валяться здесь нахуй на поле может кто мило проедет поможет нахуй знает блять так вот после того как я посидел достал водички попил немножко сориентировался на местности опять же по телефону по гугл по гугл картам главное в этот момент реально не паниковать то есть я нашел ближайший населенный пункт прикинул от него какой азимут где нахожусь ну кто не в курсе азимут это как бы курс в общем у нас диск 360 градусов и азимут это направление скажем так ну в общем поняли кому интересно загуглите кто не знает ну в общем прикинул азимут от этого от центра населенного пункта то есть я находился там от одного населенного пункта на юго-востоке но ближе к югу так плюс-минус на проселочные дороги которая не имела как никакого адреса никакого обозначения и рядом там был небольшой прудик в общем я позвонил службу спасения говорю так и так вот я упал при оба наверно сломал все дела они где находишься я вот населенный пункт такой-то улице идет ответвление проселочная дорога от центра так в общем объяснил все они быстро поняли где нахожусь то есть проще все четко не ну все типа будь там ягу а куда я денусь становится ну потом минут через пять-десять смотрю по полю едет машина скорой помощи с мигалкой все как полагается по взрослому ну мотоцикл лежит они тут ну тут я уже не они снимал ничего как бы мне не до этого было меня в машину попросили я короче разделся там ботинки сняли меня всего общупали попсмотрели там сатурацию сняли там еще какие-то показания в общем оценить масштаб пиздеца ну единственно вот у меня было вот здесь вот грудная клетка спереди и сзади меня приложила в общем удар был такой что вот как будто кувалдой долбанули по башке но шлем шлем хорошо отработал но это была не основная моя проблема единственное что было грудная клетка сильно больно так в общем монетики ну давайте мы мы тебя в больницу повезем я гону блять а мотоцикл хочу его здесь в поле оставлю так вот просто валяться что ли тему не знаю можем типа через полицию как-то организовать чтобы это я буду нахер и давайте ребята помогите мне его поднять как-то просто на колеса поставить что сам я не осилю я как как-нибудь сейчас до ближайшего там съезда с этого поля там как-нибудь на какой ближайшей парковки доеду потихонечку там ну вы там за мной ехать эти по и все ну ладно давай помоги в общем они мне его поставили двоем эти два чувака которые приехали и и я потом сел на него и потихонечку на первой передаче потихонечку выехал там недалеко был отель и там возле отеля была парковка в общем я туда припарковался попросил там ну сотрудников этого отеля чтобы ну если что присмотрели там немножко типа того они типа не волнуйся ничего никто не украдет здесь все нормально ну в общем повезли меня в больницу от того места где-то 20 километров город темплин привезли там не сразу же сделали рентген потом не сделали узи то это же в общем как бы все нормально ничего не сломано слава богу просто очень сильный ушиб и сейчас вот я хочу сказать ну сейчас буду анализировать ситуацию да как это произошло и как это можно было избежать ну во-первых не надо было петь моя главная ошибка была это я переоценил свои возможности потому что дорога говорю как бы она такая была лайтовая можно сказать ну учитывая того что я до этого ездил на спортухе и на дорожном можно сказать афроуд я как бы не ездил опыта нету а афроуд это все-таки немножко что-то другое этого не надо ребята думать если вы там 10-15 лет едете на дорожном мотоцикле что у вас такой скилл невъебенный что вы можете теперь на любом мотоцикле везде ехать это совсем другая тема афроуд это совсем другая тема тут надо подходить к этому более внимательно с точки зрения защиты скилла скорость в общем я переоценил свои возможности разогнался эти колея плюс я ехал на максимально у нас то на стандартном давлении в покрышках у меня было закачано полтора очка скажем впереди и сзади ну насколько вот я там тему изучаю что по афроуду с таким давлением не ездят но я дело в том что хотел взять с собой насос и забыл его в последний момент уже когда выехал из дома такой уже отъехал от дома забыл насос так бы конечно я бы хотя бы до единички спустил что буксаторов у меня нету чтобы не провернуть камеру так вот это первое что в этом плане я не подготовился ну и переоценил возможности что касается защиты я очень рад что я купил эти мотоботы альпинстаровские крыть и эндуровские такие жесткие пластиковые хорошие ботинки то есть по ногам вообще при никаких претензий нет еще такой нюанс что касается моего экипа у меня обычный туристический экипп от рука но там стоит ставят хорошие эти вкладки везде в плечах то есть они относительно легкие как материал называть все-то 3d о и что такое оранжевые такие знаете увидели наверно и что самое классное там стоит завода ну скажем в стоке защита груди защита грудной клетки в куртке и обычно в городе я ее снимаю потому что она мешает как бы создать небольшой дискомфорт и когда я поехал вчера утром я думаю поставить не поставить думаю нет поставлю и вот это было очень правильным решением потому что как раз удар пришелся куда-то туда где была эта защита я получил очень сильный ушиб но при этом ничего не сломал вот это самое главное после чего я думаю даже может быть взять какую-нибудь кроссовую или эндоровскую там какой-нибудь панцирь чего-нибудь такое ну какую серьезную защиту вот для именно для верхней части тела учитывая вот этот негативный опыт и уже просто сверху одевать допустим ту же самую куртку рукавскую это даже мне кажется будет очень удачным решением в жаркую погоду допустим куртку можно будет снять с мембраной допустим вот моя и сзади куда-нибудь кинуть и ехать чтоб тебя обдувала в жару допустим в какой-нибудь там сетки панц в специализированном скажем экипи а когда будет прохладно то можно всегда скажем одеть сверху куртку прям поверх и пофигу а что касается комфорта хер с ним комфорт знаете вот этот дискомфорт он с лихвой компись компенсируется другими эмоциями поэтому можно как бы и потерпеть в этом плане если опять же оффроуд еще такая такой нюанс ну тут у меня вариантов то не было такие поездки лучше все-таки ездить ни одному когда есть кто-то все-таки она как-то поспокойнее потому что здесь когда вот вот это все случилось я валяюсь я понимаю что никого нету я смотрю в одну сторону там поле до горизонта в другую сторону ничего не видно то есть все и ты один в общем это тоже как бы немножко но если уж так случилось что вариантов нет ты поехал один то надо все-таки скорость скорость она убивает вот реально надо ехать медленнее и хер с ним если там хороший ровный грейдер без колеи там можно и вжарить ничего наверное не случится но тут была сука колея причем дорога была относительно узкая и вот этот еще бордюр из 50 сантиметров земли опять же видите это все понимание приходит с опытом теперь следующий раз следующий раз я уже буду понимать где я еду и что может случиться как бы я очень своего как бы даже рад что так все произошло что отделался очень легко мотоцикл не пострадал в принципе по мотоциклу никаких поломок вообще ничего нет в этом плане мотоцикл классный пластик вроде ничего не поцарапал не даже вообще нормально все единственное что гарда там в стоке стоят такие гарды но они смотрятся настолько несерьезно они защищают эти ручки сцепления и тормоза они такие хлипко смотрятся но когда мотоцикл падает на них они как бы складываются и защищают потом просто поднял ее отогнул и все дальше едешь а если какие-то жесткие гарды ставить допустим как у меня на антихе стоят то они они не 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 демпфируют то есть нет от этого демпфирующего эффекта и весь удар как бы получается пойдет на в руль просто погнете руль и все а тут она вот именно за счет того что пла это пластик он складывается и как бы еще создает демпфирующий эффект что мне очень понравилось надо будет еще проанализировать свой рюкзак что я имею ввиду потому что у меня такое ощущение возможно что я когда летел там падал и я как-то ну на рюкзак может быть еще приземлился и может быть рюкзаком не еще долбануло в спину меня там мультитул в рюкзаке лежал но он лежал в самом низу в общем я когда немножко оклемаюсь я просто вещи положил ничего не не мыл не распаковывал там как есть пришел потом надо будет это дело проанализировать так что то и вообще лишний лишний вес на теле это увеличение скажем так сказать импульса а увеличенный импульс это плохо при ударе ну то есть за счет увеличения массы так что сейчас вот четыре дня сегодня второй день их выходных буду отлеживаться как бы ничего не болит если я спокойно сижу то есть вообще дискомфорта не испытываю или просто лежу единственное что начинается боли когда вот я встаю или там сажусь какие-то какие-то движения делаю напряжение и самое страшное это чихнуть или кашлянуть вот когда чихаешь кашляешь то там прям тебя наизнанку выворачивает я сразу фильм вспоминаю этот сериал викинги помните там была в какой-то серии там у них такая модная казнь была они там что-то там спину как бы вспаривали там там кожу наизнанку не помню как называл кто смотрел тот помнит этот момент и вот когда я чихаю у меня это ощущение что меня вот всего наизнанку уворачивают боль адский поэтому сейчас наловчился когда хочу кашлянуть у меня там ингалятор себе замутил с солью начинаю дышать чтобы этот спазм уйти и мокрота потом то что хочется от кашлянуть чтобы она легко выходила сама достаточно покряхтеть только так спасаюсь прикол еще вчера вечером был тоже у меня начал приступ кашля и под боли адские ну блять я не вытерпел позвонил опять в скорую так и так вот была авария сейчас меня выворачивает туда-сюда один ну ладно сейчас вышлем скоро жди ну я смотрю внизу там подъехала скорая с мигалками все как полагается ну и что-то они не поднимаются уже минут пять прошло десять не поднимаются но я звоню этому диспетчеру так и так вот я вызвал они вроде как внизу ну никто не заходит тут они в лифте застряли сейчас приедет другая пожарные приедут их освобождать его ну понятно короче прикол полиция подъехала блять пожарные подъехали такой кипиш я с картинку ставлю соседи тут повыскакивали ну может что горит в общем ну с горя приехала они опять у меня показания сняли там сатурацию еще там типа все у тебя нормально тем более тебе рентген сделали ну везти в больницу смысла нет ничем помочь не можем дайте блять какой-нибудь обезболивающее может там что хоть от кашляться отчихаться они те обезболивающие которые у нас есть сильные они типа не для тебя то есть это когда ты там реально напополам переломаны ну видимо там морфи или что-то такое а ну ладно ну и все они уехали я потом начал ингаляции делать и уснул так все в общем вот такая история ребята не переоценивайте себя теперь главный вопрос буду ли я дальше ездить на мотоцикле конечно буду блять конечно буду это опасная сука хобби но она интересная и вот до таких ошибках надо учиться я очень счастлив что вот так все легко отделалась вот прям может как легко и недалеко от дома всего 140 километров еще самое палево потом после больницы когда меня вы отпустили я на такси доехал до того места где мотоцикл у меня стоит и потом мне его пришлось вот в этом состоянии гнать от 140 километров до дома то есть я вот как сел на него я не мог не пошевелиться на нем то есть не влево не вправо не привстать то есть у меня жопа потом я уже к дому подъезжал жопа горела прям синим пламенем то есть ты едешь и ты и ты понимаешь что случись какая-то нештатная ситуация резкий тормоз или чё я мотоцикл не удержу я даже спрыгнуть с него не смогу то есть просто пока ровно едешь аккуратно но слава богу все доехал нормально так что ребята буду отлеживаться сорян за такой длинный видос получился у меня ну надо было надо было снять чё еще хочу анонсировать кто уж то такого дела дотерпел посмотрел точнее в августе у меня и блять как его отпуск да и я все равно планирую поехать на тэд швеции но теперь как бы мне что-то как-то одному стремно поэтому ребята если есть у кого желание время в этот период там недельки две плюс минус составить компанию то пишите куда-нибудь там в комментариях или в директ через инстаграм то как бы можем съездить в твоем потому что что-то одному тебе приехать ссыкотно тем более знаешь и тут в германии как бы ты тут все знаешь язык знаешь ты можешь легко с ну легко объяснить проблему где чё и как бы все это а вот если ехать где-то далеко и без без языка это немного экстремально в общем короче пишите в директ там если чё спишемся свяжемся если есть желание но я один хер поеду меня это не остановит сейчас подниму руку так вот а и выключу камеру блядь